О регулировании ценовой политики в Карганинской области рассказали на брифинге службы региональных коммуникаций. Сохранится или изменится цена на товары первой необходимости в нашем следующем сюжете. Беспочвенный рост цен на продовольственные продукты первой необходимости в Карганинской области не отмечен. На объектах розничной торговли наблюдается допустимое законодательством наценка в 15%. В регионе применяется несколько механизмов для сдерживания цен. Формируется региональный и стабилизационный фонд, производителям предоставляются кредиты по оборотной схеме, заключаются меморандумы. Акиматами городов и районов, субъектами торговой деятельности заключены 2832 меморандума о минимальной торговой наценке на социально значимые продукты питания, которая должна быть не больше 5-10%. Создано более 400 социальных уголков и полок, где представлена данная продукция по минимальным ценам. Продолжаю деятельность более 20 социальных павильонов. С начала года функционирует более 50 новых объектов торговли, с которыми сразу подписываются меморандумы о минимальной наценке на социально значимые продукты питания. В области создана комиссия по расследованию посреднических схем. Двое поставщиков привлечены к административной ответственности в виде предупреждения за повышение цен. Вопрос цен находится на постоянном контроле. С целью необоснованного роста цен на фоне роста цен у производителей нами на постоянной основе проводится мониторинг оптовых и розничных цен с Акимами городов и районов. Отслеживается своевременное поступление товара. Мониторится торговая надбавка, установленная законом для социально значимых продуктов питания не более 15%. В области для своевременного реагирования по фактам необоснованного роста цен работает горячая линия. Телефон 50 38 75. По данному номеру жители могут сообщать о повышении цен. Также у нас есть страничка в Инстаграме и Фейсбуке, где вы тоже можете об этих фактах информировать. Помимо этого, руководитель управления предпринимательства сообщила, в регионе с начала нового года фиксируется снижение цен на социально значимые товары. К примеру, в цене упала гречка, сахар и подсолнечное масло. Однако на прошлой неделе появился незначительный рост цен на говядину. Мясо подорожало примерно на 1-2% из-за погодных условий, которые не позволили долгое время доставлять товар в срок. Роберт Граф, Николай Шевелев, 5 канал.